Озан, я сейчас говорила с Эйлюль. Они расстались. А я Гызу звонил, чтобы отпраздновать его день рождения. И что он сказал? Почему они расстались? Он ничего не сказал. Эйлюль рассказала? Нет. Они ведь сумасшедше любили друг друга. Они были очень счастливы, они собирались пожениться. Да нет же, друг без друга они жить не смогут. Я тоже так думаю. Человек может дышать без другой половинки, но жить не сможет. Ну ладно. Мы должны что-то сделать. Ну не знаю, пусть они сядут, поговорят и решат проблему своей. Но Эйлюль никогда не делает первый шаг. Не примет это. Я Гыз тоже. Но у меня появилась одна идея. Я знаю, что мы можем сделать. И что же мы сделаем? Пойдем. На сегодня это наше место. Осталось лишь все убедить Эйлюль и Ягызе. В жизни человек лишь один раз может по-настоящему полюбить. Человек лишь однажды сможет взять другого человека искренне за руку. Если он нашел этого человека, то пока не поздно, ни в коем случае, ты не должен потерять его. Так говорила моя мама. Надеюсь, они согласятся. Надеюсь. Два волнительных сердца бывают упрямыми. И мы это прекрасно знаем с тобой. Ну давай поскорее позвоним им. Мало осталось ослы. Мало осталось, чтобы сломить тебя. С днём рождения, Эйлюль. С днём рождения, Ягыз. Да, кузина. Да, Лоза. Алё, Ягыз. У Эйлюль сегодня выходной. Ты можешь прийти в кафе, у меня есть один вопрос. Хорошо. Он в пути. Эйлюль тоже в пути. Они приходят, Узан. Они помирятся. Улюбленные бывают упрямыми, ослым. Но любовь остопит их сердца. Если сердца двух людей бьются друг для друга. Если ты чувствуешь этого человека у себя в сердце, то рано или поздно вы воссоединитесь. Думаю, ты говоришь о Берчин. Они готовятся к свадьбе. Она выложила фотографию. Ну ладно. Давай скорее начнём готовиться. А они скоро придут. Мало сказалось, любимая. Потерпи. До нашего воссоединения осталось мало. Спасибо. Это тоже готово. Все готово. Получилось прекрасно. С дороги нашим ручкам. Ягодз идет. Давай, поджигай. Ягодз. Ягодз. Ты. Это торт. Сюрприз. С днем рождения вас. Желаем вам счастья. Большое спасибо. Но я немного шокирована. Я тоже. Ну же, кузина. Задуйте свечи. Не надо ждать. Торт же тает. Ягодз. Ну же, брат, задувай. Но не забудьте загадать желание. Ну же. Ты была единственной моим желанием. Но я не оказался твоим желанием. Ты был моим желанием. Но я не знала, что это невозможно для меня. Ну же, задувайте уже. Что это за желание такие? Нам еще кушать торт? Я тоже так думаю. К тому же, у вас желания-то одинаковые. Мы это знаем. У таких схожих людей и мечты, и желания одинаковые. Уж мы это знаем. У нас отныне нет совместного желания. Это правда. Ни совместного желания, ни мечты. Для нас все кончено. Да? Все кончено. У нас ни желаний, ни мечтаний не осталось. Все кончено. Ну не надо так. Давайте присядем и хорошенько все обсудим. Решим вашу проблему, какой бы она ни была. Так не может все кончиться. Вы слушаете друг друга. А вы друг друга слушать стали? Ведь есть такие проблемы, которые разговорами не решишь. Они настолько глобальны. Порой так может надломиться жизнь, что пути назад быть не может. Порой сложнее перестать верить в человеку, чем перестать любить его. Если ты не верила, значит ты не любила. Если бы ты любила, ты бы поверила мне, а не миру. И тот момент, когда ты не поверишь мне, тебя раздавит общественное мнение. В этот момент у тебя ничего не останется. Хватит. Большое вам спасибо за все. Но я ухожу. Отныне из нас ничего не выйдет. Я Гэс. Всего доброго. Я ведь тебе в письме все рассказал. Однако... Все, было зря. Письмо. Там есть еще одна лишняя комната. А зачем нам эта комната? Это комната для нашего ребенка. Для Эсры. Давай нашу дочь будет звать Эсра. Давай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok